В эфире сыскное дело в студии Павел Баймаков. Здравствуйте! В ближайшие 10 минут я и мои коллеги подведем криминальные итоги и расскажем о чрезвычайных происшествиях недели. Три человека погибли в результате ДТП в Самаре. Авария произошла около полуночи на улице Гагарина. По данным инспекторов ДПС, водитель Вазовской Гранты не заметил стоящий на дороге трактор, который чистил улицу. Столкновения избежать не удалось. В результате аварии кузов легковушки сильно деформировался. Чтобы достать тела погибших из искорежного автомобиля, понадобилась помощь спасателей. Точные причины и виновника ДТП сейчас устанавливают следователи. Невнимательность и спешка стали причинами другого ДТП, которое, к счастью, обошлось без жертв. На Самарском шоссе легковушка оказалась в кювете. На записи с видеорегистратора видно, как пассажирский автобус перестраивается в левый ряд, чтобы повернуть. В этот момент его на большой скорости по касательной цепляет легковушка, хозяин которой, видимо, не заметил включенный поворотник. После столкновения машина пролетает несколько метров и наезжает на дорожное ограждение и падает во враг. По словам очевидцев, серьезных травм никто не получил. Виновника ДТП установят инспектора ДПС. Уходить пришлось ни с чем. В Тольятти незадачливый злоумышленник пытался ограбить один из банков. Инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения. На записи видно, как в зал заходит человек в руках, у которого предмет, похожий на пистолет. Неизвестный требует деньги, но вместо этого кассир нажимает на тревожную кнопку. Почувствовав неладное, злоумышленник скрывается ни с чем. Гуляя по улице стоит быть внимательнее. В поселке Управленческий средь бела дня с высоты третьего этажа на землю рухнул балкон. К счастью, никто не пострадал. Подробности в нашем сюжете. Балкон в квартире, как известно, очень функциональное место. Некоторые сушат здесь белье, некоторые хранят автомобильные колеса. Но все же перед тем, как сделать шаг на балкон, убедитесь в том, что он на месте. Эти кадры были сделаны за несколько часов до нашего приезда. Тяжелая железобетонная плита держится на гнилой металлической арматуре и буквально нависает над головами прохожих. Обрушение произошло в районе полудня. Хозяйка квартиры Светлана Сумина с детьми как раз была дома. Сразу после обрушения балкона, рассказывает Светлана, она стала звонить в управляющую компанию. Но на другом конце провода трубку не брали. Только после обращения в районную администрацию, управляющая компания отреагировала и выслала аварийную бригаду. Нам сказали сюда срочно балкон убирать. Приехали и убрали. Болгарку срезали арматуру и аккуратно веревку спускали вниз. По словам хозяйки квартиры, балкон начал разрушаться еще семь лет назад. С того времени пользоваться им перестали. О том, что конструкция нуждается в ремонте, в управляющей компании «Содружество Мой дом» знали. Об этом им не раз сообщали владельцы квартиры, другие жители дома и сотрудники почтового отделения, расположенного на первом этаже здания. И в управляющую компанию обращались, и в администрацию района обращались. Сказали, что производятся какие-то обследования, работа какие-то. Длительное время представляла опасность. Здесь проходная зона, и люди в подъезд заходят, проходят именно здесь все это. Представляла опасность. И я сегодня была вот... До сих пор я еще под впечатлением, что слава богу, никто не пострадал. Чуть позже к месту ЧП прибыли представители администрации района. Они пояснили, балкон является общедомовой собственностью, и ответственность за его содержание полностью лежит на плечах управляющей компании. Сейчас совместно с управляющей компанией, с департаментом ЖКХ городского округа Самары будем принимать меры по рассматривать возможность восстановления плиты балкона для того, чтобы жителям в дальнейшем, то есть в нормальном виде эксплуатировать данный балкон. В результате падения балконной плиты пострадало и окно в квартире этажом ниже. Подобных ситуаций заявляют в районной администрации в поселке Управленческий до этого случая не было. Теперь контроль за деятельностью управляющих компаний обещают ужесточить. Плодородная почва – достояние, которое нужно беречь, уверены специалисты Управления Россельхознадзора. В Ставропольском районе ими выявлено грубое нарушение законодательства. Недалеко от села Ягодное на землях сельхоз назначения был обнаружен котлован общей площадью порядка 2500 квадратных метров. Разрешительных документов на выкафание грунта и его вывоз у хозяина земельного участка не оказалось. В итоге он нарушил плодородный слой почвы, за что теперь придется отвечать. Не штрафуем, не взыскиваем с них суммы, которые должны пойти в бюджет, а заставляем возместить ущерб почвам. Понимаете? Восстановить землю, чтобы она была такой же плодородной, как до их вмешательства. Более 40 тысяч доз опасного синтетического наркотика не попали на черный рынок сбыта, благодаря слаженной работе таможенников и областного управления ФСКН. В Тольятти правоохранители задержали молодого человека в тот момент, когда ему домой доставили посылку из Китая. В ходе осмотра в коробке было обнаружено более двух килограммов наркотика стоимостью около 600 тысяч рублей. На посылке был абсолютно четко написан его адрес, его паспортные данные и мобильный телефон для связи. То есть человек, возможно, был абсолютно уверен, что его не смогут поймать и привлечь к уголовной ответственности. Уголовное дело возбуждено по статье 229.1 Уголовного кодекса РФ, это контрабанда наркотических веществ. По данным полиции, задержанный уже на протяжении пяти лет употребляет наркотики. Для какой цели ему понадобилось зелье в таких количествах, еще предстоит выяснить. Более 20 тысяч преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, выявили сотрудники областного наркоконтроля за 12 лет своей работы. Благодаря успешно проведенным операциям пресечена деятельность почти 300 организованных групп и 8 преступных сообществ. С наркополицейскими, а тем более с отрядом специального назначения наркоконтроля, шутки плохи. В этом убедились и наши коллеги-журналисты. Эти парни легких путей не выбирают, не пускают в дверь, они зайдут в окно. Спокойно, начальник, спокойно. Лежим, никого не трогаем. Послушное поведение преступников на задержании – обычное дело. Спецназ появляется более чем эффектно. Преступники, застегнутые врасплох, даже не соображают сразу, куда бежать и в какой стороне дверь. Правда, бывает, что сотрудники встречают и сопротивление, иногда вооруженные. Дурак только не боится. Все боятся. Почему нет? Потому что, а вдруг он не боится, а сидит готовый с ружьем, грубо говоря. Потому что, когда разбиваешь окно, там, как правило, есть еще и шторка. То есть, не видно, что происходит в комнате. И, ну, определенный страх, не страх, я даже не знаю, как это сказать. После того, как бойцы в считанные секунды обезвредили человека, в дело вступают четвероногие сотрудники. Если в помещении есть запрещенные вещества, даже в самых маленьких дозах, собака найдет их потаенное место. Собаки в кинологической службе наркоконтроля способны не только отыскивать наркотики, но и задерживать преступника. Такова их собачья работа. Железная хватка, острые зубы и бесстрашный характер. Две бельгийские овчарки, малинуа, полноценные сотрудницы спецназа. Для них задержание всего лишь игра и всегда удовольствие. Даже наркотики ищут только ради того, чтобы потом хозяин поиграл с ними в мяч. На службе используются только девочки, потому что у них нет таких проблем, как у мальчиков. Они увлекаются девочками и отвлекаются, соответственно, от работы. У девочек таких проблем не бывает. Зима для спецназовцев выдалась горячей. В день случалось до 10 задержаний в разных точках области. В Самаре обезвредили две крупных межрегиональных дилерских сети, которые занимались оптовым сбытом новых видов синтетических наркотиков. В ходе операции изъято свыше 39 килограммов синтетики. Количество задержаний, да, оно идет постоянно, увеличивается, потому что увеличивается количество вот этих вот наркотиков новых, синтетических, по которым сейчас активно работаем. За 12 лет своей деятельности Управлением ФСКН по Самарской области из незаконного оборота изъято почти 3 тонны наркотиков. Благодаря успешным операциям до потребителей не дошло 12 миллионов доз. Марина Матвеевична, Павел Пресняков, События. На этом у нас все. Вы смотрели сыскное дело. Будьте внимательны к себе и окружающим. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова